Одни рискуют, другие готовятся спасать. Фокинские спасатели провели тренировку по оказанию помощи человеку, провалившемуся под лед. Практическое занятие прошло в устье реки Подсобный ключ, бухте Абрек. Были отработаны приемы по спасению людей, терпящих бедствия на водном объекте. Далее подробнее. Лед трещит, азарт крепчает. Заядлых любителей подлюдного лова не останавливают запреты. Напомню, в Приморском крае с 4 марта официально запрещен не только выезд, но и выход на лед. За нарушение закона предусмотрены административная ответственность и штрафные санкции до 3000 рублей. Однако в привычных местах зимней рыбалки, границах городского округа, бухтах Абрек, Разбойник, Чажма, еще немало рыбаков. Именно до таких людей, рискующих своей жизнью ради даже небольшого улова, пытаются достучаться фокинские спасатели. На дорогах развешаны предупреждающие баннеры. Проводится регулярное оповещение об опасности пребывания на льду в весенний период. Вместе с тем специалисты готовятся и к активным действиям на случай экстремального развития событий. Наши спасатели с 4 марта находятся в готовности в постоянной дежурной смене для того, чтобы оказать помощь терпящим бедствия на воде. Именно рыбакам, любителям или очень много часто дети в этот период начинают кататься на льдиных. Это очень опасно. На днях дежурная смена поисково-спасательного отряда Фокина провела тренировку по оказанию помощи человеку в чрезвычайной ситуации. Роль провалившегося под лед человека сыграли сами спасатели, облачившиеся в гидрокостюмы. Их коллеги отрабатывали различные действия по спасению условно пострадавшего с использованием резиновой лодки, лестницы, спасательного круга и длинной веревки. Во время тренировки наблюдателям с берега очевидно, насколько коварен и опасен лед. У берега его толщина еще значительная, а вот уже в нескольких метрах от края не замерзшая вода. Стоит ступить неосторожно, и тонкий лед тут же ломается под весом человека. Вся спасательная операция занимает несколько минут. Пострадавшего доставляют на берег, укутывают в термоодеяло, согревают горячим чаем. При необходимости оказывают первую медицинскую помощь. Действия по оказанию помощи человеку, провалившемуся под лед, фокинские спасатели отрабатывают несколько раз за сезон, чтобы закрепить навыки до автоматизма. Ведь в реальной ситуации при спасении человека будет дорога каждая секунда. Сценарий он был самый такой оптимальный на сегодняшний день. Это рыбак, идущий по льду, провалился, держится на воде, подает сигналы спасения, кричит, зовет на помощь. В дежурную смену поисково-спасательного отряда поступил сигнал о том, что о происшествии дежурная смена выдвинулась к месту происшествия, одела средства адвуальной защиты спасательные костюмы, которые предназначены именно для работы на льду, а также в воде с отрицательными температурами. И при помощи спасательных средств, находящихся в автомобиле в дежурном, вытащила пострадавшего. В ходе тренировки бойцы фокинского поисково-спасательного отряда также отработали приемы самоспасения. Зачастую люди рыбачат в одиночку, вдалеке от населенных пунктов. К тому же требуется некоторое время, чтобы спасатели добрались до места происшествия. Практические рекомендации специалистов, проверенные на личном опыте, могут пригодиться в таких случаях. Не нужно поддаваться панике первонаперво. Сосредоточиться, повернуться лицом к тому месту, откуда ты шел, потому что там уже лед проверенный. Как можно шире, раскинув руки, пытаться грудью наползти на лед. Если у вас это получилось, закидываем ногу и пытаемся откатываться в сторону берега. Рекомендации отработанные и, безусловно, полезные. Но лучше, чтобы они не пригодились. Подобные опасности можно избежать, если в период ледохода вообще не выходить на лед. Сотрудники службы гражданской обороны настоятельно просят любителей рыбалки и зимних развлечений отказаться от рискованных занятий. По статистике, именно зимняя рыбалка чаще всего становится причиной гибели людей на воде. У меня большая просьба к рыбакам и любителям, прежде чем удовольствие себе доставить, хорошее, подумать, надо ли выходить на лед, чтобы рисковать жизнью ради нескольких рыбешек. Ну а спасатели, мы в готовности, готовы выехать, помочь. Вот для этого и отрабатываются все эти мероприятия. Спасибо.